Всем привет! Уважаемые зрители и подписчики моих четырех каналов, а именно Рутуб, Ютуб, Дзен и Нум. Площадка от МТС. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик на заключительный вкус энергетика Alligator, энергетика бренда Alligator с оригинальным вкусом. Собственно, получается третий вкус бренда Alligator. Предыдущие на канале обзоры уже есть, если кому будет интересно, залетайте в принципе, смотрите. Это у нас получается манго кокос. Вот этот ролик, если кому интересно, превьюшка, название. И получается мята, гуава, мята и лайм. Редкий, кстати, довольно-таки вкус. Точнее, как сказать, редкий. Его вообще нету. На российском рынке энергетиков такого вкуса вообще нету. То есть это максимальная редкость. Так, ну, собственно, оригинальный вкус. Лежал он у меня дня 3-4, наверное, в холодильнике. Энергетик довольно-таки холодный. Собственно, сейчас будем тестить его. Сейчас будем смотреть на оригинальный вкус энергетика Alligator, кстати. У меня был уже давненько обзорчик. Год назад, где-то в мае. Сейчас, получается, 24 июня 2024 год. Так вот, год назад я делал обзорчик. Уже даже больше года назад. На энергетика Alligator. Он мне, в принципе, зашел. Понравился. Сейчас мне, в принципе, эта компания заслала энергетики по своей инициативе. И плюсом еще у них дизайн изменился. То есть дизайн, что год назад, в принципе, был крутой, брутальный, что сейчас очень красивый. Собственно, давайте открывать и тестить. Оригинальный вкус. По запаху, в принципе, классический такой оригинальный вкус энергетика. Кстати, я уже пил оригинальный вкус энергетика. Вот в новом дизайне. Но там энергетик был теплый. И по вкусу он мне как будто показался совсем другим. Сейчас же он холодный. И вкус стал таким прям обычным, дефолтным, классическим, оригинальным вкусом энергетика. То есть здесь по вкусу особо ничего удивительного нет. Принцип такой. Обычный, оригинальный, вкусный, классический энергетик. Газиронности, кстати, здесь уже чуть побольше, чем в предыдущих вкусах. Вкус оригинального энергетика. Ох. Давненько я вроде как не рассказывал. Даже уже что-то забываю. Забывать стал. Оригинальный вкус энергетика. Для тех, кто может энергетики не пьет. Он в принципе похож на барбарис, на конфетку, жвачку. Вот что-то типа того. В основном вкус барбариса. В принципе здесь он и чувствуется в основном. Так, ну-ка, как будто сахара мало. Сранное ощущение, как будто сахара мало. А, ну да, смотри-ка, тут чуть поменьше сахара, чем в предыдущих энергетиках. Этого бренда. Первый получается лайм, гуава и мята. Там получается около 13. Манго-кокос вроде 12. А здесь смотри-ка, 10,5. Поменьше. То есть оно в принципе и ощущается, что чуточку как будто сахара не хватает. Либо мои рецепторы тупят. Блин, странно. Либо это газированность такой эффект дает. Непонятно. То есть вроде как пьешь, пьешь, пьешь. Все нормально. Вроде как энергетик такой сладенький, вкусненький. И потом начинается какая-то газированность. И противоречие какое-то идет. Как будто бы сладкость куда-то пропадает. Такое ощущение. Но в целом вкусность и энергетик это не отменяет абсолютно. То есть энергетик в любом случае вкусный. Вкусный, дефолтный. Как я называю. Классический, обычный оригинальный вкус. Блин, а? Вкуснятина. У этого бренда у них вот как у Берна. Я это в третий раз сказал уже в трех роликах. Вот этот получается третий ролик у меня. И вот в третьем ролике я то же самое говорю. У них энергетики очень похожи на Берн. Я Берн очень люблю. То есть какие-то знаете такие заразительные энергетики. Так, по цвету. По цвету в принципе классический оригинальный цвет. Цвет оригинального энергетика. Классика. Не, энергетика однозначно кайф. Энергетик однозначно топчик. Ставлю от себя ему оценочку однозначную 5 из 5. И давайте посмотрим сахар, кофеин, все дела вот эти. Так, ну тут я так понимаю, у них в принципе на трех банках нету никакой таблички. И не написано количество таурина. Вот за это однозначно минус. Таурин в составе есть, но не написано сколько таурина в энергетике самом. Кофеин 30 миллиграммов на 100 миллилитров напитка. Это дефолтный показатель среди энергетиков. Средний, обычный. Произведено в России. Сахар. Про сахар. Я уже сказал, про сахар информации нету. Берем углеводы за сахар. 10,5 граммов на 100 миллилитров напитка. Это все равно по-прежнему высокий показатель сахара среди энергетиков. Ну и в принципе вроде как все. Здесь больше прочитать и сказать нечего. Вот единственный минус, который я в принципе вычислил в этом энергетике, это... Таблички нету. В принципе во всех трех энергетиках я это подчеркнул. Табличку, ну желательно сделать. Даже не табличку, а вот таурин. Как минимум, как минимум таурин добавить. Сколько его в энергетике. А там уже на свой цвет и вкус табличку какую-то добавить. Где написано. Чтобы это было удобно читать. Чтобы не вот так в состав глядываться смотрелось. А чтобы была удобная табличка там. Это будет реально более прикольно. Более читабельно. Так сказать. Оценочка моя энергетику повторюсь. Однозначно 5 из 5. На этом в принципе все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.